Журналист, телеведущий, писатель и легендарная личность для наших масс-медиа. Да, Евгений, это всё о вас. У меня в гостях сегодня Евгений Додолев. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. В своё время вы прославились тем, что говорили на темы, о которых, в принципе, раньше говорить было не принято. Вот, например, проституции. Это что? Внутренняя свобода, бунтарство? Почему вам было не страшно говорить о том? Нет, отсутствие профессионального образования. Дело в том, что я пришёл в журналистику случайно совершенно, потому что в советские времена нельзя было не работать. Было такое понятие, как тунеядство. Да, и человек, который не работает вообще, он мог оказаться за решёткой. Поэтому мой приятель, который работал в Московском мусомольце, предложил мне поработать в газете. И я совершенно случайно попал в газету, не знал, что есть табу, что есть представление о том, что можно, что нельзя. Я не знал о жанрах. И когда я принёс свой первый материал Павлу Гусеву, нынешнего владельца, редактора, он говорит, это очерк, репортаж или заметка? А вы не знаете? А я не знал вообще в этих жанрах. Но через год уже получил значок «Золотое перо». Потому что рассказывал действительно о том, что мне было интересно, и о том, о чём коллеги не решались рассказывать. А это было как раз время слома, когда институт цензуры рухнул. Поэтому мне просто повезло. На самом деле просто повезло. Для человека, который, в принципе, случайно, как вы говорите, попал в этот жанр вообще, в пишущие журналисты, вы неплохо так писали, получается. Это врождённое какое-то качество? Ну, у меня папа мой, он профессиональный писатель, да, и профессиональный газетчик, поэтому писали-то мы все там ещё в школе и стихи, и там баловались сценарии разные писали, которые никто не планировал никогда реализовывать, в смысле снимать. Просто для себя дурачились. Так что это дело было привычное. И я такой вот графоман, то есть мне надо было там 100 строк, я приносил уже 7 страниц, из которых легко 100 строк не сделаешь полосу, а из 20 тысяч даков легко сделать небольшую заметку. Потом, собственно, потом уже стало, кстати, гораздо сложнее, потому что потом, когда появилось имя... Уже появились какие-то границы, да? Я понял, что надо как-то вот... Так-то я просто для того, чтобы не сесть в тюрьму, условно говоря, для того, чтобы получать полстарки 65 рублей, в целом мне было вот пофигу. Я вот просто надиктовывал машинисткам со стаканом воды, скажем так, входил в маше бюро, надиктовывал машинисткам, выходил. А потом, когда появилось вот имя, я понимал, что вот уже нельзя... Надо соответствовать. Да, надо как-то вот уже и лексикон подтягивать, и вообще, ну, у меня вот масса-масса вот было проблем, с которыми пришлось бороться. Так что писать стало гораздо сложнее потом. Ну, знаете, я вам скажу про лексикон, достаточно много об этом прочитал в интернете, кстати, написано, что вы многие такие интересные словечки привнесли как раз в журналистику. Опять же, от неграмотности. Все от неграмотности, да? Да, потому что я не знал, что так нельзя. Зачем тогда на журфаке учатся тысячи людей, если вы от неграмотности, в принципе, получаете... Для того, чтобы руководить такими, как я, неграмотными. Я думаю, что вот руководить точно без образования нельзя. Также на одной интернет-платформе, вот мы с вами обсудили это уже до интервью, прочитала о том, что вы якобы популяризировали фрейдизм. Вы сами сказали, что это так за уши притянуто, но слабо сказать. Очень притянуто. Я просто увлекался такого рода литературой, психоанализом. И то, что я цитировал в каких-то публикациях Юнга, ну, видимо, кто-то решил, что я пропагандирую фрейдизм. Ну, если честно, я несколько интервью посмотрела, где вы так откровенно говорите на темы как раз и сексуального какого-то раскрепощения, вообще о сексе говорите спокойно. Вот мне интересно спросить вас, конечно же, ваше мнение о секс-харрасменте, потому что эта тема, конечно, сейчас будоражит массой. Зародилась, да, еще с Вайнштейна Голливудского и дошло и до нас. Но вот что мне интересно, как вам кажется, почему, если на Западе об этом говорят открыто, честно и легко, то у нас как-то это вот такая тема, на которую говорят очень аккуратно, а где-то даже оправдывают такое мужское поведение. Дело в том, что мы не Запад, на самом деле. У нас женщины терпилы, получается? Нет, отнюдь нет, почему у нас как раз женщина хозяйка положения, как вообще на Востоке. Это миф и заблуждение, что на Западе существует некое равноправие мужчин и женщин. На самом деле, все должно быть устроено как на Востоке, как у нас. То есть женщина должна быть хозяйкой положения, она должна манипулировать и, в общем, на самом деле решать вопросы, выставляя вперед фронтмена, то есть мужчин. И у нас такого рода скандал, мне кажется, не прокатит в таких масштабах, потому что мотором вот всех этих движух и в Голливуде, и на Западе вообще работают феминистические организации, вообще феминистки. У нас феминизм не прижился совершенно, потому что у нас женщина понимает, на самом деле, все и про себя, и про мироустройство, зачем ей это, когда она и так главная вообще везде, и в социуме, и в семье. Но при этом русские женщины, вот согласитесь, так очень грамотно ведут такую политику, якобы я слабая. Вот, я об этом... Это прикидывается, да? Да, потому что, смотрите, вот сейчас начнется борьба за равноправие, действительно, в полном объеме, тогда давайте уже выходить на пенсию одновременно. Почему, в общем, уже женщина в 55, мужчина в 60, и вообще давайте рожать тоже по очереди, как первого мужчины, второго женщины. Равноправия не может быть. Не может быть по определению, да. Гендерно, абсолютно точно. И у нас не поддержат вот этого рода скандалы именно женщины. Я как раз на фоне этого скандала публиковал реплику про Рахельгауза, театрального режиссера, который... Я читала, кстати, да. Да, известен вот этим методиками. И вы у него интервью, кстати, на «Правде-24» как раз... Не раз, не раз, да, с ним беседовал. И мне очень часто актрисы жаловали, что вот, как бы вот существует этот вот диванчик, там, бла-бла-бла. И говорю, ну давайте возьмем и расскажем, хайпанем, так он был по полной. Я говорю, нет, потому что подруги не одобрят. И обратите внимание, комменты женские, типа, вообще, что такое? Если не было насилия, то вообще о чем и говорить? Как бы, что там вот кто-то даже привел театральный очень старый анекдот, что молодая актриса уже год работает и нет главных ролей. Она к такой опытной, матерой подруге уже, которая давно в театре, она говорит, ну что сделать-то, мне же нужны главные роли. Она говорит, видишь, милочка, какое дело, надо ждать. Так я ждам, сказал она, только скажите кому. Ну, это лексическая такая мне игра. Поэтому у нас с юмором и с иронией женщины, прежде всего, относятся к тематике харассмента. Поэтому я думаю, что охота на ведьму у нас не прокатит. Ну, а ваше личное мнение по поводу, вот, даже недавно взять интервью откровенное актрисы Любови Толкалиной, которая вот заявила, вот, цитата, сексуальное домогательство, это прекрасно. А мужчины для них и существуют на свете. Вот ваше личное мнение. Ну, правильно, ну, правильно, ну, как вообще задумано природой, что мужчина, он охотник, он, в том числе, он самку тоже должен поймать и покорить, опять же, в контексте нынешнем, без насилия. Ну, естественно, мы добиваемся того, чего хотим. Хорошо, если мы хотим мужчин, а не женщин, или там животных, детей, насекомых. Вот, так что нормально. И, опять же, говорю, что если нет давления или злоупотребления служебным положением, то есть той или иной формы насилия, то харассмент – это прекрасно. Это прям заголовок. Спасибо. Вы знаете, что меня ещё заинтересовало? Ваши личности вас даже обвиняли несколько в том, что вы якобы не командный игрок. Что вы об этом думаете сами? Ну, здесь очень просто. Вот я по знаком Зодиака близнецы, и нас больше, чем двое. Мы сами по себе команда, как-то сами разбираемся с собой. Но это есть такое дело, это сказал мой коллега Владислав Николаевич Листьев в своё время на фоне скандала моего ухода из телекомпании «Вид». И он был прав. На самом деле я некомфортно себя чувствовал в той команде. А вот вообще же телевидение – это, согласитесь, наша профессия – очень командная игра. Как вот в этих условиях вы чувствуете себя комфортно? Или вам приходилось подстраиваться, получается, чтобы всё-таки стать этим полноценным командным участником? Нет, вы знаете, дело в том, что положение вот ваше, ведущей, и в моей основной работе, оно в этом смысле уникально, что мы работаем с командой, но наш функционал, он в общем-то… Такой автономный достаточно. Да, достаточно, да. То есть мы, конечно, зависим от режиссёра, и от редактора, и от продюсера, но работаем соло. Ну, кроме тех форматов, когда бывает, вы знаете, двое, трое, пятеро соведущих. Но в нашем с вами случае это выглядит именно так, как некомандная игра. Это да. Ну, знаете, вот тут у меня тоже интересная цитата, как раз касаемо вашей вот некомандности такой, в том, что вы ещё очень примыльный, оказывается. Вы даже когда-то о себе сказали, что у вас всю жизнь был такой недостаток. Я говорил под лицам в глаза, кто они, и приобрёл репутацию конфликтового и несистемного человека. Это я так сказала? Да, это ваша цитата. И вы, причём, даже говорили, что это вам очень мешало в жизни, вы даже пробовали с собой бороться, но всё равно под лицам в глаза не говорить, вы не могли то, что они думаете. Наверное, я очень давно это сказал. Молодым был и глупым, да. Да, думаю, что да, потому что после этого такой уже есть большой опыт общения, в общем-то, с подлецами абсолютно комфортно. Вот поэтому я тоже прочла, и у меня был сразу вопрос, как же с такой прямолинейности. Это к какому-то периоду относилось, я не знаю, где вы раскопали это. Потом, может быть, это печатное интервью, это вы знаете преимущество нашего с вами жанра, что всё-таки, когда человек что-то озвучивает, конечно, есть монтаж. Можно и порезать. Да, можно, но это не так, как, конечно, в печатных версиях, где иногда перевирают всё абсолютно. Ну, это да. Скорее всего, кстати, это была печатная версия какого-то интервью. Вы сейчас на телеканале Москва-24 ведёте как раз программу «Важная персона». До этого ввели и «Правда-24». Вот насколько я смотрела ваше интервью и в «Правда-24», к вам приходили в основном представители шоу-бизнеса. Сейчас важную персону у вас такие были. Мастодонты приходят. Тяжеловесы, да. Тяжеловесы, да, как это называют. Политики это в основном, даже женщина-космонавт. Вчера просматривала интервью и была. С кем вам общаться интереснее и с кем сложнее? Вы знаете, это не зависит от статуса и от рода деятельности. Может быть, это даже больше зависит от знака зодиака. Не знаю, некоторые люди очень в это верят. А с каким знаком зодиака вам легче общаться тогда? Я думаю, что мне легче. Я думаю. Я не так верю в это, как, допустим, Геннадий Хазанов, который вообще вот в это погружен полностью. Но мне кажется, что-то в этом есть. И мне просто со стрельцами, близнецами, это мой знак, близнецы, и весами. А я весы. А вот видите, как у нас все склонно. Я не знал, кстати, я не подготовился к нашей весе. Видите, как да. Еще очень интересно, что вы в Митро преподавали тележурналистику. Ну, вот вы сами сказали, что это были курсы такие. Вам было интересно вообще работать со студентами? Что вам было? Мне было любопытно, потому что у меня были не студенты, а курсанты. Это были курсы. Ну, постарше уже, да? Да, это люди уже, у которых есть образование высшее, у некоторых даже по два, состоявшиеся. У меня там в одной группе зауч был школьный, у меня был там врач. И мне было интересно просто вот этот срез социума изучить. А что изучили? Что получилось? Вот какой вывод вы для себя сделали? Я сделал вывод, что я правильно совершенно определяю наше с вами ремесло в журналистику. Что это способ за казенный счет удовлетворить собственное любопытство. И я понял, что именно за этим журналисты очень многие идут. Ну, наверное, и где-то себя показать. Вот, наверное, какое-то вот это самодовольство, оно должно присутствовать. Ну, хоть в какой-то степени. Вы знаете, не всегда. Я знаю, просто мы замечаем тех людей, которые хотят работать в кадре, и которые, в общем, экстраверты, и которым нравится горцевать. Но есть масса людей, в том числе и на телевидении, вы просто, может быть, как-то не задумывались об этом, которые ни за что не сядут в кадр. Есть такие. Которые очень любят ту или иную телевизионную работу. Это не обязательно режиссеры. Это в том числе и продюсеры. Был такой, вот действительно, если мы говорим, мы эпитету по-прежнему легендарный, то вот был такой легендарный телевизионщик, культовый. Иван Вангедемидов, создатель такого проекта ТВ-6, ведущий муза-бозы. У него была очень интересная теория, что на телевидении есть тонкие и толстые. И это не относится совершенно к комплекции, к русской литературе не имеет отношения. Что вот есть тонкие, это те, которые любят мелькать, работать в эфире. Все ведущие в его системе кардиоат были тонкими. А есть толстые, то есть продюсеры, которые реально решают, у которых есть чуйка. Как бы легкие на подъем и более такие, нет? Не совсем, как раз о том, о чем вы говорили. Те, которые хотят, чтобы их узнавали на улице, и хотят светиться. И те, которые ни за что не хотят, но по-настоящему делают телевидение, то есть телевизионные вожди. Задумайтесь об этом. Да, есть о чем задуматься. Спасибо, Евгению. Вам спасибо. У меня в гостях был сегодня Евгений Додолев. И не забывайте о том, что сегодня, в субботу, в 18.10 на телеканале Москва-24 выходит программа «Важная персона». Так что всем смотрите обязательно. Спасибо.